Так написано в Библии. Это Господь Бог сказал, муж глава семьи. И это женщину абсолютно не унижает. Вообще, женщина, когда занимает свое место в семье, она себя чувствует спокойно, мирно и ей хорошо. Если она вынуждена стать главою, есть же такие, что, ну простите, ни рыба, ни мясо, никогда он не был и не будет главою. И женщине приходится тянуть эту нагрузку, она себя чувствует ущемленной и несчастной. Ей очень удобно быть на вторых ролях, быть за широкой, доброй спиной. Ей очень уютно и удобно. И когда женщине приходится тянуть всю нагрузку ответственности за семью, она от этого стонет, она надрывается. И ничего хорошего в этом нет, потому что Бог ее такой не создал. Но многие женщины обязаны это делать или вынуждены это делать, потому что муж не выполняет свои обязанности, как глава семьи. А если выполняет, ей очень уютно быть за хорошей, теплой и доброй спиной. И если он настоящая глава, он все сделает для жены, чтобы ей было хорошо, и ни в коем случае унижать не будет. Этому учит Писание. Вот почему сказано так? Жена есть слава мужа. Вот муж есть слава Христа, а жена слава мужа. Что это значит? Если муж рассказывает, какая у меня плохая жена, это он открывает, какая его слава на самом деле. Вот какая жена, это внутреннее состояние твое мужа. Потому что, ну да, мы люди несовершенные, но любить нужно жену, как Христос церковь, который предал себя за нее. И он греет и питает ее. Поэтому мужья должны заботиться о женах, и греть, и питать. И когда муж не покупает теплую одежду своей жене, говорит, у меня денег нет, не выполняет свои обязанности, как муж. Надо, чтобы жена была согретая и сытая. И хороший дом со всеми удобствами. Это обязанность мужа. И ответственность и нагрузку за решение вопросов для хорошей функции в семье должен брать на себя муж, советуясь с женой и считаясь с ее мнением и с ее желаниями. Вот так Бог учит строить семью. А если муж унижает жену, да еще, говорит, ты должна быть довольна, что я тебя замуж взял. Похоже, он относится к категориям тех мужей, о которой сказано, у нас в семье как в самолете. Да вы что, что это значит? Один правит, а всем тошно. Я хочу сказать, как правильно. Когда муж любит, заботится, жена восторгит своего мужа, заботится о нем, любят друг друга, ценят друг другом, и обои довольны. Дай Бог, чтобы у вас такие были семьи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!